МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами снова программа Кинолеты и Писекутии. И сегодня наш гость, руководитель медиа-центра истории и мы исторического парка «Россия. Моя история». Главный редактор СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» Олег Леонидович Журнин. Олег Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте! И начать мы с вами хотим с небольшого сюрприза. В наших фондах есть материалы любительской киностудии, которой руководил Василий Чупров, известный кинолюбитель. Давайте посмотрим. Это было достаточно давно. Я тогда на первом курсе георазведочного факультета учился. Достаточно интересная была студия, решил в этом поучаствовать. У Василий тогда и снимали это кино «Яролаш». Там целая серия была, кстати. Потом она демонстрировалась, тогда на дискотеках хорошо было. А так, в принципе, интересны были сами по себе съемки. Хватали людей прямо, это в ДК имени Кулаковского, сейчас так называется, снимали. И снимался там он был секретарь обкома партии, так что республики. Это один из преподавателей? Да, один из преподавателей. Достаточно такая интересная молодежная программа по тем временам. И снимали ее все студенты. Василий Чупров только руководил. Больше ничего такого не было. То есть, сами все студенты делали. Ну, такой опыт, так скажем. Очень интересно. И вот Вы говорите, биография, разрядочный факультет. И каким образом Вы потом пришли, скажем так, в сегодняшнем состоянии, на телевидении? А, не знаю. Я, наверное, с детства был телевидению неравнодушен. Как мама говорила, как программа «Время», «Советское время» начиналась, садился на стульчик и говорил «Здравствуйте». И с этого и началось. Потом, с течения обстоятельств, я жил в Тикси, уезжал, учился и так далее, служил. И потом обратно приезжал. И там был у меня одноклассник. И он и есть. Кстати, ему привет огромный в Тикси. Валерий Савельев. Вот у меня он как-то взял и немного в телевидение пригласил. А потом, там, с течения обстоятельств, я попал на нашу национальную учительную компанию. Проходил там практику для Тикси. Но получилось так, что опять привет Галине Захаренко и всему коллективу, который там работал тогда. Ну, не знаю, меня заметили и пригласили на национальную учительную компанию. Я выбрал оператором. И там проработал много лет. Несколько лет назад Вы стали победителем республиканского конкурса киноведописи Кутии. И до сих пор Вы у нас, скажем так, обладатель самого большого фонда. Более чем 700 наименований, и многие из которых признаны особо ценными в историческом, культурном, научном плане. И там большой массив материалов о Южной Кутии выработали в Нейлингрии. И вот эта вот история развития якут-угля, становления самого города, людей. Это вот имеет такую неприходящую ценность. Вот расскажи мне об этом периоде. Ну, туда меня пригласили, да. Опять же могу сказать, что это главе тогда района Старцеву сказать нам огромное спасибо. Это руководство НВК САХА. Даже и сегодняшнему, и тогдашнему, так и правильно. И дело в том, что Нейлингрии меня интересовало. Это еще с 86-го, когда поступал в ЕГУ. Тогда нас возили в Мирно и так далее. И так далее показывают крупные промышленные предприятия, которые занимаются добычей. Кто угля, алмазов, тогда заинтересовало. И попал в Нейлингрии, я увидел какой там масштаб, какие там люди, какой там город. Необычно стоит в том, что Якутск или Тикси, братья, другие немного города. А там такой маленький, компактный, работая в филиале Нейлингринском, он с нас начался тогда в Нейлингрии. Не один я туда поехал. А потом получилось так, что это затягивает. Вот когда работаешь на таких крупных предприятиях, особенно насколько интересны там люди, ну и технологии. Вот в вашем архиве есть и первый взрыв, и последний взрыв в холдинг-компании Квитукуль. Но это редкость. В вашем становлении тоже принимали участие люди, так скажем, такие вот, скажем, масштабные. Ну, наша национальная общательная компания, она чем, как сказать, гордая и велика. Дело в том, что я захватил как людей с советского времени, потом пошли наши, сейчас уже эксакалы, да, и потом и так далее. Ну, и как-то научились мы снимать. Там больше всего я вспоминаю, конечно, Сергея Таюшского, главного оператора МВК САХА. К сожалению, у нас нет с нами. Ну, многих нет уже. Семена Васильева вспоминаю. Ну, они заканчивали высшее заведение некоторые в этом коллективе, 23 оператора ГИК. И там много чего могло учиться у них. Тогда же не учили так, как сейчас. Взял камеру и пошел. Приходилось все постигать на практике, на опыте. И было достаточно, ну, так сказать, интересно. И могу так сказать, и коллег своих, Ивана Семенова вспомнить. Ну, сейчас такого нету, но вспоминаю, что мы два года были операторами САХА-Сары-Якутия. Два оператора обеспечивали полностью, два всего, из 23. Два года мы так работали. Достаточно тяжелая работа. Но, тем не менее, этот опыт, он очень такой полезный. Но самое главное, что ты всю республику практически объезжаешь. Ну, это сейчас вы уже руководитель медиа-центра. Вы главный редактор. И вот какие сейчас перед вами стоят задачи? Главным редактором быть достаточно, честно скажу, серьезная штука. Это надо учитывать все обстоятельства. И еще думать о том, чтобы, ну, как бы, тебя смотрели, там, сайт. Это очень сложно. А на самом деле главным редактором СМИ я стал в 2010 году. Обстоятельства вынудили, в холдинг-компании предложили вот такое. А в 2013-м, благодаря нашему главе республики, СМИ получилось, СМИ – точка взаимодействия. Ну, тоже обстоятельства были такие. И я очень плотно с нашей главой работал, он тогда мэром был. Мы тогда на основе опыта СМК Саха создали городской округ, программу велию на ВГТРК Саха. И так пошло, поехало, приходилось. Был очень молодой коллектив. Ну, естественно, что время уходит, что-то меняется. Кстати говоря, один из первых кабельный канал создал именно вот такого формата. Ну, в Якутске не было, чтобы, как бы, независимо тем временам, а я говорю, свободная СМИ могла выходить в эфир, как в интернете одновременно, так и на телеканале, на кабеле. Ну, это по опыту такого, так сказать, цифрализации, сейчас это называется. Он достаточно объемный, в принципе, и он противоречивый, но, тем не менее, он достаточно большой, и тогда как-то, не знаю, наверное, первый, кто смог сочетать интернет и телевидение. Достаточно сложный формат, но, тем не менее, думаю, что удалось. Да, у вас отличающийся от других все-таки свой почерк, свой штат, да, интересных людей вы подбираете для сотрудничества. Но у вас есть еще и своя собственная точка зрения на сохранение в дизайном наследии. Вот поделитесь. Вот много лет как работал, если говорить об этом, да, опыт, я еще раз говорю, национальный вмещательник компании САХА, когда работали в САХА, Сыре, Якутия, понимаете, там это поток информации, его надо все время обрабатывать, и без фактов из того, что проходило, ну, например, построили там агрофирму, она работает сегодня вот так, а видео-то надо сохранить, архивы, и у НВК САХА свой был архив, и они вот, до сих пор он есть, они его накопляют. И тогда я заметил, что это необходимость, просто необходимость. На сегодняшний день к этому отношению оно простое. Сегодня время бежит моментально, момента моря, да, так говорят, и многие вещи люди моментально забывают, не помнят и так далее. А когда ты это снимаешь, я вот стараюсь все сохранить, потому что это нужно, вот этот архив такого потокового видео, простых съемок, оно нужно, и сюжетов, оно нужно для того, чтобы наша история, история это же, в принципе, цикл, он повторяется все время, для изучения этого опыта, чтобы потом не делать таких же ошибок. В принципе, вот такой, да. Олег Леонидович, а вот сейчас, чем вы конкретно занимаетесь? В чем суть вашей работы? Ну, я человек стабильный и постоянный, потому что в 2010-м, как появилась возможность создавать творческие программы, а в 2013-м мы зарегистрировали СМИ «Точка взаимодействия», и мы до сих пор работаем. Дело в том, что «Точка взаимодействия» имеет свои авторские программы на телеканале «Россия-24» и «Трк Саха». Мы каждое воскресенье, понедельник выходим в эфир, и там различные темы, насущные до исторических. Почему исторические? Потому что я еще работаю руководителем медиа-центра «Исторического парка России. Моя история». И здесь не просто так я там оказался, потому что там очень интересная технология. И вот сочетание опыта «Точка взаимодействия», она же не просто «Точка взаимодействия», там телепрограмма, сделаю телепрограмму, поставил на эфир. Нет. Помимо этого, там есть интернет-ресурс, я сохранил его, «Округ ТВ». И чем он интересен? Он как заметочки интернетные и так далее. Еще выхожу в прямой эфир. То есть осваиваю технологию интернета. То есть если я приду, я могу выйти тут же, выйти в прямой эфир на YouTube-канал, на любой социальной сети и рассказать, что происходит. Вот проект «Память поколений», чем он вам дорог? Почему вы так занимаетесь? Ну, это касается, наверное, больше моей семьи. Это касается моей матери, которая завещала сделать погост. Рядом с дачей матери находится старый погост. И мы сейчас из него делаем историческое место. Уже проведены много работ. В этом участвовали мои сыновья, Михаил и Евгений. Они помогали мне делать эту программу. Так она и называется «Память поколений». Участвовать в народном бюджете города Якутска. Здорово помог глава города Якутска, городская дума. Сейчас мы уже, думаю, на следующий год его закончим. Но примечательно, что благодаря, наверное, тому, что там участвовали мои сыновья, а они практически заставили снимать. И у них, ну, у меня появилась какая-то гордость и понимание, что у меня сыновья все-таки чего-то добились сейчас. Ну, вот сотрудники нашего аудиозерного центра очень благодарны вам за то, что вы вот сохраняете свои такие материалы, вы понимаете их ценность. Знаете, есть такое высказывание, что без архива нет истории, без истории нет науки и без науки нет развития. Вот вы это прекрасно понимаете. Спасибо вам большое. И я думаю, что многие ваши коллеги тоже пойдут, скажем так, таким же путем и тоже будут сохранять свою собственную работу для того, чтобы она осталась для будущего. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.